Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях писательница, доктор философии, психолог, профессор Стэнфордского университета, ведущий эксперт в области изучения взаимосвязи между психическим и физическим состоянием человека Келли МакГонигалл и ее книга «Сила воли. Как развить и укрепить». Книга впервые увидела свет на русском языке в 2012 году, но попадая к нам на обзор в «Читай быстро» в 2020, через 8 лет после первого издания, подтверждает, что многие из вещей, которые в ней были озвучены, не только не утратили своей актуальности сегодня, но и получили второе дыхание. Настолько не утратили, что из каждого утюга сегодня можно услышать про осознанность, про ресурсы, про привычки, про здоровый образ жизни, про ваш личный путь. А Келли писала об этом всем еще лет 10 назад. Таким же вечным, как и Келли, является «Дурд Гран Терроа Бордо Блан», ну или попросту «Бордо» 2018 года, и два кусочка льда в бокале. Пока я в очередной раз буду вам рассказывать о том, что вместе с хорошей книгой я, как правило, открываю бутылку хорошего вина, потому что нет в мире ничего лучше, чем хорошая книга и хорошее вино. А Бордо и два кусочка льда в июне месяце, это, наверное, одно из самых лучших решений. Вы, пожалуйста, прямо под видео найдите красный прямоугольничек, и с текстом, на котором на прямоугольничке написано «подписаться», и магическим нажатием сделайте его серым. А потом колокольчик, потом комментарий, ну и, в общем, все как обычно. Вся книга в одном предложении. «Сила воли» — это обычный навык, который поддается тренировкам и воспитанию. Тренируйте тело, тренируйте мозг, привычки и дыхание, и таким образом вы, собственно, натренируете и свою волю. Давайте очень быстро, в течение 600 секунд попробуем разобраться в 10 основных фактах и сформулировать три задачи из этой книги «Осознанность». Вот то, про утюги и про то, что из каждого из них слышно на сегодняшний день вот это вот слово. Нам всем с вами свойственно плыть по течению и принимать какие-то решения без понимания наших истинных желаний и раздумий о последствиях принятых решений. На автопилоте возникают искушения. Перегруженный мозг руководствуется импульсами, а не долгосрочными целями. И поэтому для развития самоконтроля вам необходимо анализировать и понимать внутренние порывы, давая объяснение своим поступкам. Именно вот эта вот вся совокупность действий, которую, как правило, чаще всего мы не выполняем, последние годы принято называть осознанностью. Самый простой способ тренировать осознанность – это перестать двигаться на автопилоте без понимания истинных задач, ради чего вы это делаете, и начать замечать и анализировать мелкие детали. Чем меньше вы разбираете картинку, тем лучше. И в таком режиме у вас принудительно отключается автопилот, и вы начинаете тренировать мозг. Тренировка мозга не так просто, как кажется, потому что особая зона мозга у вас там отвечает за самоконтроль. И если осознанность мы тренировали с помощью вот этих самых деталей отключения автопилота и разбора ситуации на составляющие, то самоконтроль, как правило, тренируется, как это ни странно, с помощью медитации. Достаточно начать практиковаться с пяти минут в день, постепенно увеличивать время, и в процессе медитации ваш мозг приобретет какой-то целый ряд полезных навыков, среди которых и собранность, и умение концентрироваться. И вы поймете, что в противовес вот этой вот ежедневной тренировке, которой вы выделяете 5, 10, 15 минут, вас окружают тысячи искушений. Искушение и здоровый образ жизни – это третий факт, может быть, один из самых важных фактов этой книги. Как вы помните из первого слайда, импульсы – это наша модель взаимодействия с миром в тот момент, когда наш мозг перегружен. И именно поэтому задача силы воли – это сдерживать импульсы. Когда человек начинает себя ограничивать и хочет то, чего нельзя, то есть сдерживает свои импульсы, то происходит внутренний конфликт. Конфликт, как правило, вы же на продолжительном каком-то отрезке времени пытаетесь себя контролировать, и этот конфликт рекуррентно повторяется, и поэтому вполне вероятно, что он перейдет в состояние стресса. А со стрессом, как известно, мы боремся по одной модели, мы его или заедаем, или запиваем, или опять скатываемся в какие-то искушения, которые так нельзя делать. И ученые, и в том числе автор книги, они выявили, что люди с вариабельным сердечным ритмом меньше подвержены искушениям, вследствие этого и меньше подвержены стрессу. Они внимательны, собраны, и поэтому легче добиваются поставленных задач, и легче переносят стресс. Вариабельность сердечного ритма, если вам будет интересно, об этом можно почитать чуть больше в специальной литературе, но это как раз вот то, что вы можете тренировать с помощью занятий легкой атлетикой, бега. И получается так, что работа сердца напрямую связана с вашим самоконтролем. Именно поэтому правильное питание, здоровый сон, спорт, это все способствует тренировке вариабельности сердца, а вот это его умение восстанавливаться. В общем, вариабельность – это умение максимально быстро, ну, если с физиологической точки зрения, максимально быстро разносить кислород по организму в моменты физических нагрузок или в моменты какого-то стресса, и передыхать между этим разнесением кислорода. В общем, вариабельность – это синоним слова натренированности. Чем больше у вас натренировано сердце, тем легче вы переживаете стресс. А тренировать сердце лучше всего с помощью каких-либо кардионагрузок. Ну вот бег очень хороший в этом смысле способ. И следующий факт подтверждает, что как и наличие или отсутствие в вашей жизни стресса, так и сила воли напрямую связана с дыханием. Если у вас есть какой-то мимолетный импульс, который включает режим автопилота, и вы уходите с дороги осознанности, то знайте, что справиться с этим мимолетным импульсом можно с помощью замедленного дыхания. Этот способ активирует префронтальную кору головного мозга, и тело выходит из этого состояния, и несколько минут спокойного дыхания позволят вам справиться с искушением. У вас замедляется сердечный ритм, и увеличивается так называемый волевой резерв. Это если вы не хотите тренировать вариабельность сердца систематически, а хотите здесь и сейчас вот в данную секунду избавиться от какого-то искушения и войти в какое-то более-менее осознанное состояние, то просто глубоко вдохните и иногда в специальной литературе это еще называют «отпустите ситуацию». Ну и конечно же полезная релаксация, потому что расслабление тела – это лучший способ избавления от стресса, а избавление от стресса – лучший способ натренировать свою осознанность, а осознанность – это прямой путь к воспитанию силы воли. Во время релаксации, которую вы получаете, когда расслабляете тело, вы укрепляете иммунную систему, восстанавливаете силы организма, и там Келли говорит о нескольких правильных способах, что вам нужно делать для того, чтобы правильно релаксировать. Если у вас не очень много времени, то Келли предлагает, что, ну, во-первых, лучше всего это делать на спине, ноги должны лежать на небольшой возвышенности, глаза должны быть закрыты, и вы в течение 5-10 минут должны сосредотачиваться на дыхании. Вот такие простые способы лежания, ничего не делания и правильного дыхания, они помогут вам восстанавливать силы после чрезмерных нагрузок, как физических, так и эмоциональных, и развивать так называемый героический самоконтроль. И это всё нас приводит к тому, что сила воли – это, в общем-то, наверное, какая-то мышца. И интересное наблюдение о том, что, в общем-то, как и любую, наверное, мышцу, высокий уровень сахара в крови стимулирует силу воли, снижение провоцирует импульсивное поведение, вам хочется себя как-то побаловать, вознаградить и, в общем-то, повысить уровень сахара. И поэтому получается, что оптимальный вариант заключается в поддержании как раз-таки стабильного уровня глюкозы с помощью вот этой, там, низкогликемической диеты какой-нибудь, или, в общем, с помощью того, чтобы следить за своим питанием, из этих самых небольших шагов вы формируете, как кто-то говорил из великих «мы то, что мы едим», вот вы формируете своё сознание с помощью еды, проявляя силу воли в незначительных аспектах, отказываясь там от разнообразия высокого уровня сахара, то есть что-то с сахаром, что-то без, вы выравниваете еду, едите всё примерно на одном и том же уровне для того, чтобы не скакал этот уровень сахара, и проявляете силу воли в так называемых незначительных аспектах, укрепляя её в целом. Этот принцип, в общем-то, он и работает по типу тренировки мышц. При этом вы помните, что от самоконтроля, которому вы подчиняете себя, в том числе, когда следите за уровнем сахара, вы можете получить побочный эффект. Это седьмой факт, так называемая ловушка самоконтроля. Нужно о нем помнить, особенно на ранних этапах. Когда вы делаете какое-то волевое усилие над собой, которое вырывает вас из тёплой ванны, то вы, как правило, начинаете гордиться собой, и у вас появляется желание вознаградить себя за те неудобства, которые вы перенесли. Вы хотите отложить, вам хочется отложить дела, вам хочется отдохнуть, съесть что-нибудь вкусненькое и выпить немножечко пива. Это неправильно, потому что это порыв слабости, и нужно его бороть, вспоминая конечную цель, ради которой вы это всё делаете. И, как правило, окажется, что то усилие, которое вы совершили, за которое вы хотите себя вознаградить, оно будет не таким уж супербольшим с точки зрения достигаемости конечной задачи. Именно поэтому, по мнению писательницы, в такие моменты нет вам смысла менять поведение, вам необходимо бороться за именно постоянный эффект самоконтроля, для того, чтобы не возникла побочка. Ну и помните, что, как говорится, неизвестно, что лучше, ожидание праздника или сам праздник, потому что в процессе ожидания счастья у вас выделяются эндорфины, которые стимулируют организм охотиться за желаемым объектом, и вы получаете счастливы именно от процедуры самой охоты. Тот самый дофамин, гормон удовольствия, он заставляет людей гнаться за счастьем, не быть счастливыми, потому что в момент, когда цель достигнута, жертва настигнута, вы уже не такой счастливый, у вас перестаёт выделяться дофамин, и, собственно, вы начинаете искать новую цель. Поэтому осознание истинной ценности вещей, оно как бы разрывает порочный круг, и позволяет вам направлять усилия на долгосрочные цели, а не на кратковременные порывы, не на так называемые импульсы. Прекратите откладывать, это девятый факт. Я не знаю ни одного человека, который сам себе или своим близким не обещал бы начать с понедельника. Всё это может быть всё что угодно. Ну, как правило, мы с понедельника чаще всего начинаем следить за своим здоровьем и заниматься спортом. Это иллюзия самоконтроля. Вы вроде бы здесь и сейчас наслаждаетесь жизнью, подвержены импульсом, но даёте сигналу мозг, что вы ещё не законченный, и вот такой сиборит и гидонист, и, в общем-то, завтра вы уже соберётесь и начнёте впахивать, чтобы достичь своей цели. И это срабатывает. Мозг успокаивается и говорит вам, ну ладно, продолжай ничего не делать, продолжай лежать на диване, кушать, пить, и всё будет у тебя хорошо. Вот это вот «Начну с понедельника» она чревата не тем, что мы никогда не начнём с понедельника, а тем, что таким несложным приёмом мы успокаиваем мозг здесь и сейчас, и он нам говорит, ну окей, тогда давай всё оставим как есть, ведь ты контролируешь свою жизнь. И вот эта иллюзия самоконтроля, она очень губительна. и разрушительна. Если вы не в силах устоять перед соблазном прямо здесь и сейчас, то, по мнению Келли, вы просто убираете эти искушения и соблазны из виду. Вы не должны их видеть, не должны с ними соприкасаться, и тогда уже минут через 10-15 ваше желание, ну если это и речь идёт о еде, например, ваше желание употребить, это не будет таким острым. Если вы понимаете, что это недосягаемая история, то, собственно, можно и отойти. Ну и, конечно, стадный инстинкт. Сила воли, она передаётся подобно другим, любым, как дурным, так и хорошим привычкам. Это история про то, что вы, это среднеарифметическое, пяти человек, которые вас окружают, и именно поэтому, если у вас в окружении есть люди, которые пренебрегают вот выписанными вами правилами, сформулированными в ходе прочтения этой книги или какой-то другой, но формирующие у вас привычку силы воли, то вы будете смотреть на таких людей, вам будет проще поддаваться импульсу, и поэтому вам будет сложнее развить силу воли. Помните, что уровень вашего самоконтроля зависит и от норм, которые установлены в обществе, в котором вы вращаетесь, в этом саб-обществе, и поэтому правильный круг общения позволит следовать целям и не терять голову. В общем, мы, это то, что мы видим, мы, это то, что мы планируем, мы, это то, что мы едим, и мы, это то, с кем мы дружим и общаемся. Такие быстрые 10 фактов из книги, которые уже где-то около 10 лет, но при этом сила воли, осознанность, ЗОЖ, наблюдение за своим телом и спортивные тренировки все более актуальны. Мне кажется, что с годами они не утратят своей актуальности, еще и потому, что мы очень плохо можем на этом всем концентрироваться, нас постоянно куда-то кидает, переключает, и вот это вот начну с понедельника все сильнее работает и играет свою злую шутку. 10 фактов, 3 задачи. Значит, 10 фактов мы промчались, 3 задачи, это те обязательные задачи, которые я, как и все в нашей команде Читай быстро, выписываю в букнот, блокнот для осознанного чтения, который мы в Читай быстро специально придумали, для того, чтобы из каждой прочитанной книги получать максимум полезности. Больше о нем можно узнать на сайте буква.инфо слэш блок, слэш букнот. В общем, обычный блокнот, в который нужно записывать любые интересные факты из книги, а на основе этих фактов формировать задачи, конкретные измеряемые, понятные задачи, которые вам нужно пойти и сделать, чтобы стать чуточку лучше или чтобы книга была максимально, ну, чтобы вы могли сказать, что книга была максимально полезна для вас. Вы можете это записывать в обычном блокноте. Единственное, что букнот гораздо более лучше структурирован для этих задач, там есть поля для того, чтобы выписать факты, есть поля для того, чтобы сформулировать три идеи, есть советы по скорочтению в этом блокноте, и он прячется в вот такую удобную обложку с двумя, вернее, в удобный чехольчик с двумя карандашками. Три основные задачи, которые я выписал себе после прочтения книги «Сила воли». Значит, первое, воля и физическое здоровье очень связаны, поэтому правильная еда, бег и развитие вариабельности сердца. Очень рекомендую вам про вариабельность почитать больше специализированной литературы, ну, например, там при подготовке вот к марафонам очень много уделяют этому понятию времени. Медитация. Скачать приложение на телефон и минимальное обучение по медитации, пройти, попробовать месяц вот таких пятиминутных медитаций для того, чтобы понять, как-то это вообще на меня действует, или я еще недостаточно в ресурсном состоянии, чтобы с помощью медитации себя подпитывать энергией и в себе воспитывать силу воли. И три. Помните о побочном эффекте самоконтроля и отказаться от вознаграждения за лжедостижение. Как понять, что это достижение лживое? Просто замеряйте, насколько оно было важно для достижения финальной глобальной цели. Если вы хотите купить дом или построить себе дом, то является ли поход в строительный магазин просто, чтобы посмотреть, какие там продаются строительные материалы и таким уж достижением, после которого вы месяц можете лежать на диване. Или, может быть, это вовсе и не достижение. Такие вот быстрые 10 фактов, 3 задачи из книги Сила воли Келли МакГоннигл. Как развить и укрепить. Бордо. Все еще в Бакале проект Читай быстро Буква.info Приходите, давайте дружить. Там можно проверить скорость своего чтения Буква.info Слышь рапид, ответить на вопросы, вернее, прочитать текст, замерить скорость, вернее, система за вас это все сделает. Она же вам подсунет вопросы. Вы на них ответите и узнаете свою истинную скорость и осознанность чтения. Получите сертификат и советы по тому, как ваше скорость чтения улучшить. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще этого не сделали. Прямоугольная красная кнопка, жмете, она становится серой, потом жмете на колокольчик, потом лайк, дизлайк и комментарии обязательно, что вы думаете про силу воли, что вы думаете про эту книгу и читали ли вы еще какие-нибудь книги про силу воли. Может быть, есть что-то поинтереснее. Блокной для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт конспекты. Это все у нас в блоге буква.info и инстаграм буква.info Мы там чего-то его немножко подзабросили, но периодически там тоже появляются фотографии и наши комментарии к ним. Разгар лета. Надеюсь, я, что вы это все слушаете где-то на свежем воздухе с таким же бокалом французского белого. Через неделю новый я, новый вы, новая книга. Хорошего вам дня. Пока. Читайте книги, слушайтесь маму. Вот так. Хорошего вам дня. Пока.